Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем серию наших проповедей на тему святости и освящения. И в прошлых наших занятиях мы говорили про то, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы ревновали о святости, без которой мы не увидим Его. Мы знаем, что святость – это означает посвящать себя Богу, когда наша жизнь освящается, и весь этот процесс начинается с освящения, когда мы оставляем пути этого мира, принимая искупление для наших грехов. И вот это освящение, покрытие грехов, и после этого мы священные для Божьего служения. Так вот мы можем войти в наше служение. И сегодня мы посмотрим дополнительную вещь, без которой мы не можем исполнить наши функции, потому что это находится в части вот этой цепочки, в которой мы живем. И это вопрос помазания, помазания Святого Духа. Мы вернемся сейчас назад к теням, которые есть в Ветхом Завете. Мы прочитаем книгу чисел, седьмую главу. Это первый стих. «Когда Моисей поставил скинию, и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их». Это была важная часть в посвящении скинии и всех сосудов, которые там были, прежде чем их начали использовать. Это было помазание. Моисей помазывает их маслом, елеем. Вот это вот масло, это помазание, они говорят нам о Духе Святом и о помазании Духом Святым. Мы хотим увидеть вот эту связь между помазанием и Духом Святым. Мы начнем с Евангелия от Луки, третьей главы, это «Жизнь Иисуса». И прочитаем здесь с 21 по 22 стихи, мы читаем следующие слова. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба. И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз неба, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Здесь мы видим, что в крещении Иисуса, когда Он был крещен в воде, и после этого Он сразу был крещен Святым Духом. И мы продолжаем читать 4 главу, 1 стих. «И Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». И здесь начинается огненное крещение Иисуса. Есть водное крещение, это было в Иордане. Крещение Духом Святым, когда Дух Святой сошел, как голубь. И сразу после этого, это было 40 дней, когда Он не ел, не пил в пустыне, и Сатана искушал Его, это было огненное искушение. Каждый из нас должен пройти вот эти вот три крещения. Не точно как Иисус, но крещение в воде, крещение Духом Святым, принять Его, исполниться им. И после этого испытание жизни, когда мы идем по узкому пути, проходя огонь. Мы должны пройти вот это испытание. И Господь находится с нами. Когда мы проходим огненное испытание, мы проходим Его вместе с Ним, и Он не будет испытывать нас превыше наших сил. И в каждом испытании есть выход. Поэтому никогда не теряй свои веры. Я ободряю вас к этому. Держитесь веры. И мы преуспеем во всем. И мы видим в Иисусе, что крещение Святым Духом, Он исполненный Духа, и сразу после этого, в 16 стихе этой же главы, «Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, «Нашел место, где было написано, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Итак, здесь мы видим с вами вот эту вот связь, где он говорит, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». То есть мы читали, что Моисей, он помазал скинью. Сейчас мы применяем это к нашей жизни. Дух Святой – это Его помазание, об этом говорится. Итак, сейчас мы смотрим на себя, что еще мы читаем, что еще Иисус говорит нам о помазании Духа Святого, о Духе Святом. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, с 14 по 17 стихи, мы читаем следующие слова. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Здесь Дух Божий – это помазание, которое мы получаем, Дух Святой, которого Иисус обещал нам. Все, что приходит, каждый приходящий к вере, он приходит благодаря действию Духа Святого в его жизни. Каждый рожденный свыше, он родился от Слова Божьего и Духа Святого, от семени Слова Божьего и Духа Святого, который оживляет его. Итак, мы рождаемся свыше, приходя к Иисусу, и у нас есть Дух Святой внутри нас. И тогда еще написано в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 7 стихе, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Это Дух Святой. «А если пойду, то пошлю его к вам». Итак, Иисус говорит, насколько это прекрасно, что я с вами, насколько бы вы не хотели, чтобы я остался, но знайте, что лучше для вас, чтобы я пошел, потому что, когда я уйду на мое место, придет Дух Святой, которого я пошлю, и Он будет со всеми вами, Он не будет ограничен во времени, как я. Когда Иисус был в человеческом теле, Он... «Но Дух Святой будет с вами постоянно, на всяком месте». И еще мы читаем во 2-м послании Коринфянам, 1 главе. Это 20 по 22 стих, 2 Коринфянам, 1 глава. «Утверждающий же нас во Христе...» «Ибо все обетования Божии в нем да и аминь, во славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе, помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Итак, вот это вот помазание, которое у нас есть, оно выражается через Духа Святого, который дал нам как залог того, что нечто большего, что придет в вечности. На небесах мы получим новое тело. И здесь сегодня у нас есть вот этот вот залог, который находится в нас, и который направляет нас. Я хотел бы ободрить каждого из вас, просить у Господа, «Господь, дай мне духовные уши», так, как Иисус говорит к семи церквям, каждому он говорит, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Вот это вот духовные уши, чтобы, когда я читаю слово, это говорило ко мне, это соседало меня, и также личное водительство в моей жизни. В каждой области, в каждых решениях, которые я принимаю, если я люблю Господа, я родился свыше, если моя жизнь, она посвящена для служения Господу, тогда это выразится в водительстве Духа Святого. Посмотрите, что написано в послании к римлянам, восьмой главе. Послание к римлянам, восьмая глава. Я прочитаю. Это четырнадцатый стих. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божии». Каждый, кого вводит Дух Святой, является Сыном Божьим. Иначе бы, если бы я перевел это по-другому, что Господь направляет Духом Святым. Мы нуждаемся в водительстве Духа Святого в нашей жизни. И это обетование не только для апостолов или для каких-то особо избранных, для кого-то, у кого очень большое призвание. Нет, это не так. Каждый, кто родился свыше, каждый Сын Божий, каждая дочь Божия, у нее есть Дух Святой, и тогда мы хотим соединяться с Ним и слышать Его. И это великий дар, который есть у нас. Это наш ходатай, который нас ведет, который ободряет нас, который поправляет нас, предупреждает нас, утешает нас. Это прекрасно. Мы нуждаемся в Духе Божьем в нашей жизни. И тогда, когда Он находится в нас, и мы позволяем Ему направлять нас, когда мы молимся и просим «Открой мне, да будет Твоя воля, Ты хочешь меня на этом рабочем месте или в другом месте, в этом городе или в другом, вступить в брак с этим или с другим человеком», когда мы получаем вот это водительство, тогда мы дети Божьи, которые направляются Духом. И насколько это продолжается в нашей жизни, так плод Духа возрастает в нашей жизни. Плоды Духа. Послание Галатам, 5 глава. Это 22 и 23 стих. Плод же Духа, любовь. Это начинается с любви. Любовь, она самая важная на основании 1 Коринфянам, 13 главы. Это глава, говорящая о любви. Если у меня есть пророчества, есть у меня дары, есть у меня силы, я жертвую свою жизнь для служения, но если во мне нет любви, все это не стоит ничего. Бог хочет, чтобы мы действовали в любви. И что еще написано здесь? Любовь. Радость. Когда я радостный, если я только жалуюсь, если я рассержен, это не радость. Любовь, радость, мир. Мир с Господом. Это мир с другими людьми. Если у меня нет мира с другими людьми, если я спорю с другими людьми, ссорю с ними, там есть проблема в плоде Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. Долготерпение. Это способность ожидать на протяжении долгого времени обетованиям, которые должны исполниться. Это марафон жизни. Но также это по отношению к другим людям. Возможно, к тем, которые меня раздражают, или которые не понимают, или которые действуют против. Это терпение и долготерпение по отношению к ним. И возможность дать другим людям говорить о других людях с любовью, даже если у них что-то не в порядке. Потому что я хочу их любить. Я хочу, чтобы они преуспели. Я хочу их поправить. Я не хочу причинять им боль. Это не моя функция. Не наказать их для того, чтобы унизить их. Но если и нужно, и поправлять только для того, чтобы исправить и помочь их, чтобы они встали, чтобы они поднялись. Долготерпение, благость. Это от любви, что ты имеешь благость, милосердие, добросердечность. Милосердие – это когда ты делаешь что-то кому-то, чего он недостоин. Тогда у тебя есть доброе сердце. Вера. Так, как написано в современном переводе, что это доверие. Если я… Это верность. Если я верен, то я и действую в моей жизни на основании этого. Как я исполняю мою функцию, мои обязанности. Все вот эти вот вещи. А дальше есть кротость. Человек, который кроткий, он не гордится тем, что он сделал, насколько он мудрый, и так далее, и так далее. Это кротость. Кротость в жизни Христа. В апостол Иоанн, каждый раз, когда он говорит, он ученик, который был любимый Иисусом, но он не говорит, что я ученик, которого любил Иисус. Но он говорит, как бы в третьем лице, что ученик, которого любил Иисус. И цель о том, что он говорил о себе в третьем лице, не приподнимая себя, не возвышая. Воздержание. Это способность контролировать себя, что ты не срываешься. И так, у нас есть слабости в нашей плоти. И вопрос стоит в том, чтобы мы возрастали в духе, чтобы плод духа, он возрастал в нашей жизни. И таким образом я измеряю себя в моем пути с Господом. Возрастаю ли я в духе? Есть ли оценка моему служению? Если я вспомню 1 Коринфянам 13 главу, где говорится, что если я отдам свое тело на сожжение, но во мне нет любви, то оно ничего не стоит. И так, для того, чтобы служить Господу, мы нуждаемся в помазании Святого Духа и в протяжении времени возрастать в жизни. И так мы видели вот эту вот цепочку. Это очищение, когда мы очищаемся от греха. Это покрытие наших грехов, когда мы получаем его благодаря жертве Иисуса. Посвящение, когда мы посвящаем свою жизнь для Господа. Господь, с этого момента я не живу для моей карьеры и не для славы, и не для богатства, или чего-то другого, и не для наслаждений, или для известности, или для власти, или для влияния. Господь, моя жизнь, она посвящена Тебе. И Ты приготовил для меня дела, которые Ты приготовил. Это я хочу. И тогда помазание. Я нуждаюсь в помазании Святого Духа. Так было в Скинии. Скиния была очищена. Левиты очистили ее. Левиты были очищены. Они были посвящены для служения Господу. И все предметы Скинии были помазаны. И таким образом и наша жизнь. Это все было в тенях. И это исполняется в Иисусе Христе и в нашей жизни. Итак, я надеюсь, что вот эта вот короткая серия проповедей, она просвещает наши сердца. Вот этой истиной и ободряет нас. Идти вперед. Не опускать наших рук. Даже если что-то не получилось, прощение. Я не... И если я упал, тогда я встаю дальше. Это поможет Господь посвятить нашу жизнь и все наши области исполнить то, что приготовил для нас Господь. И в один день мы получим награду на небесах. Это последняя глава Откровения Иоанна, что я гряду скоро, и каждый получит по своим делам. Да благословит Господь вас. Аминь. Спасибо.